Правовые новости от компании Гарант. Сегодня разъясняем, как оплачивать имущественные налоги банковской картой. Федеральная налоговая служба России в пилотном режиме запустила проект, позволяющий физическим лицам оплачивать имущественные налоги через интернет-сервис личный кабинет налогоплательщика с помощью банковской карты. В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц теперь можно выбрать способ оплаты банковской картой. Далее дать согласие на обработку персональных данных, ввести реквизиты карты и оплатить. Раньше при оплате налогов с помощью этого сервиса нужно было перейти на сайт кредитной организации, заключившей соглашение с ФНС, ввести логин и пароль от онлайн-банка. Если же кредитная организация такого соглашения с налоговой службой не имела, то нужно было распечатать платежное поручение и оплатить. Еще одно нововведение. Касается оно операции с криптовалютой. Жители нашей страны должны самостоятельно платить налоги при продаже криптовалют. Налоговая база по НДФЛ по операциям от купли-продажи криптовалют определяется в рублях, как превышение общей суммы доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение. Физические лица, получающие вознаграждение на основе договоров ГПХ, самостоятельно исчисляют суммы НДФЛ, подлежащие уплате в бюджет и представляют в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию. С 12 ноября этого года кредиторам разрешили указывать размер и структуру задолженности в сообщениях, которые они направляют должникам физическим лицам. Соответствующие изменения внесены в статью 7 закона о защите прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности. Ранее указанной нормой было предусмотрено, что кредитор в сообщении должен проинформировать должника лишь о самом факте наличия просроченной задолженности без указания ее размера и структуры. Поправки вступили в силу 12 ноября этого года.